Штрэээвух Ну и начну пожалуй с вот этих интересных находок В этих двух пакетах женские колготки Их здесь очень много У меня есть подписчица, которая выращивает цветы И эти колготки очень сильно пригодятся Мы с ней договорились о том, что она у меня будет их покупать по 20 рублей за пару Это конечно странно звучит, но тем не менее это реальные бабки Сейчас я посчитаю сколько здесь колготок Ну и сколько мне удастся заработать на колготках Фух, ну наконец-то посчитал В этом пакете примерно 50 пар Плюс там еще есть вот такие вот гольфы 20 умножаю на 50 и получаю 1000 рублей с этого пакета с женских бушных колготок Офигенно легкие деньги, ребят На помойках этих колготок до хрена Так что 1000 рублей просто с небес мне в кошелек упало Это классно А еще была найдена настольная лампа Завернута в стрейч пленку И продать ее можно будет на барахолке рублей за 50 Лампа еще и со штативом и с креплением на пол Прикрутил данную лампу к полке Работает она прекрасно И теперь с помощью этой лампы будет очень удобно что-то паять Поэтому я решил ее не продавать, а оставить себе Ну супер полезная в гараже находка В своей коробке был найден светодиодный светильник от бренда Эра Полностью рабочий Но изначально он не работал Вот тут даже на коробке люди написали в лампе внутри на опаять разъем питания Мой напарник Димон ее запаял и теперь она работает просто восхитительно Светит изумительно Плюс можно настраивать температуру лампы А также можно настраивать ее яркость В комплекте с лампой даже был блок питания Данную лампу можно будет на барахолочке продать рублей за 100 Была найдена в своей коробке пароварка Для того чтобы приготовить детское питание от бренда Philips На самом деле дорогая вещица Только вот почему-то функция пара в пароварке не работает Но сам блендер рабочий Данный блендер уже ушатанный жизнью Продать его получится рублей за 50 на барахолке В принципе за эту же стоимость его можно издать на металл Была найдена интересная находка Такого я еще не находил Это вот такой вот вентилятор Я поначалу подумал что это обогреватель Но нет Это обычный вентилятор который можно закрепить на штатив или на стойку для света Скорее всего данный вентилятор использовали в фотостудиях Для эффекта ветра Но он к сожалению не работает Но возможно кто-то его купит на барахолочке Рублей за 50 на барахолке Помойка мне снова дарит коллекцию Нашел крутую коробку от айфона Которую я по любому положу в свою коллекцию Ее кстати можно будет продать рублей за 300 Данные коробки тоже положу в коллекцию А вот эти вот мне пригодятся для отправки посылок А еще помоечка порадовала меня абсолютно новым телефоном От бренда Beeline модель А105 Телефон по внешнему состоянию абсолютно новый Но к сожалению он не включается Я без понятия что с ним Это конечно очень обидно В принципе неплохая звонилка Состояние идеальное А вот такую находку я еще ни разу не находил И даже не думал что когда-нибудь найду Это SSD M.2 накопитель от бренда Kingston На 96 гигов Кстати на 96 гигов SSD я еще не видел Но такие как видите существуют В принципе это офигенный SSD С большой скоростью передачи данных Главное конечно чтобы он работал Продать его можно будет на Авито за 1000 рублей Вот я сейчас сижу И думаю о том что меня удивить на самом деле Очень сложно В помойках чего я только не находил Это были и айподы И айпады И айфоны Но SSD M.2 накопитель Я нахожу в первый раз Это супер круто что помойка дарит такую халяву Мне остается лишь зайти на e-каталог И посмотреть сколько он стоит новый Вожу в поиске Kingston M.2 накопитель Также можно выбрать необходимый объем памяти Именно на 96 гигов я не нашел Но есть на 120 Выбираю его Еще можно почитать более детальные характеристики И отзывы реальных покупателей Ну и самое крутое Это то что можно выбрать самую выгодную цену Среди предложенных e-каталогом магазинов Ссылку оставлю в описании И в закрепленном комментарии А еще в коробочке был найден Абсолютно новый телефон От бренда Micromax Модель Bolt Pace Plus Состояние у телефона просто идеальное А он к тому же полностью рабочий Без каких-либо косяков В телефоне даже установлен Instagram И Сбербанк Онлайн В данный телефон я положу в сюрприз бокс Я не знаю насколько нужно заесться Чтобы выкинуть полностью новый телефон Это жесть Ну в принципе круто Помоечка радует меня Бывает иногда нахожу полностью новые вещи Был найден рабочий магнитофон От бренда Panasonic Я в него уже вставил данную кассету Красная плесень И магнитофон работает прекрасно Ну а вот насчет дисков Я не уверен Возможно дисковод здесь не рабочий Потому что как видите Головка здесь вот так вот болтается Но тем не менее Данный магнитофон купят на барахолочке Я думаю рублей за 200 Поэтому в принципе нормальная находка Были найдены уебанские древние колонки От бренда Defender Данные колонки от старости уже пожелтели Очень грязные Но тем не менее они рабочие И продать их можно будет на барахолочке Рублей за 50 А еще был найден древний корпус от компьютера И кстати когда я в Питер только переехал У меня точно такой же был корпус Корпус сделан из толстого металла Очень прочный И данный корпус мне пригодится Для будущих сборок компьютеров из помойки А еще были найдены древние материнские платы Данная плата на сокете 775 А вот эта материнка на сокете AM2 Данные материнки морально устарели Но в принципе их могут купить на барахолке По 50 рублей за штуку Также было найдено немножко проводков Которые купят по 10 рублей Помоечка дарит пол мешка чесночка Я уже его продегустировал Чесночок нормальный Но старенький Уже пустил корешки Данный чесночок мне очень сильно пригодится на кухне Так что я его заберу Было найдено большое количество различных духов Вот эти две бутылки вообще абсолютно новые В принципе запах нормальный С учетом того что они еще достались на халяву Духи офигенные Здесь даже есть гуччи Но это к сожалению не духи А какой-то крем для лица А еще была найдена смазка для полового пениса От бренда Йоска Но она к сожалению просрочена Поэтому брать я ее себе не буду Также было найдено новое мыло Которое я заберу домой И чуть-чуть зубной пасты Которую я тоже заберу Ну а данные духи я продам на барахолке По 50-100 рублей за пузырек Небольшое количество мелких находок Начну с телефонов Был найден старый телефон Телефон от бренда Acer Скорее всего на каком-то из первых андроидов Он к сожалению не работает Также не работает данный Samsung Судя по внешнему виду Данным телефоном пользовался какой-то строитель настройки Потому что он весь в пыли строительной Данный телефон древний И тоже не включается Я думаю в принципе по внешнему виду понятно из-за чего Нужно менять полностью экран Но это не целесообразно Потому что телефон древний Также был найден вот такой вот телефон От бренда Zoppo Которые разломали на две части В принципе плата Которая находится вот здесь Я думаю не пострадала И данный телефон купят на барахолке На запчасти рублей за 50 А еще были найдены устаревшие технологии Это GPS навигатор Древний очень от бренда Texit Кстати индикатор горит Он включался Но сейчас уже не включается Он покрыт какой-то липкой херней Тактильно это очень неприятно Данный навигатор возможно кто-то купит рублей за 50 А еще была найдена разбитая электронная книга От бренда Digma Которая цена рублей 50 на барахолке максимум Также была найдена старая записная книжка Целая рабочая рулетка Велосипедный шлем Кстати офигенный Данный велосипедный шлем я продам на Авито Рублей за 500 USB разветвитель в виде баклажана Рабочий фонарь от бренда Photon Флешка в виде черта Кстати нужно ее сейчас проверить Данная флешка к сожалению не работает Но все равно ее купят на барахолке Рублей за 10 А еще помойка обувает Неплохие кроссовки женские Полностью целые В отличном состоянии Также помойка дарит два рабочих калькулятора Вот этот я оставлю себе В гараже пригодится считать прибыль с помоечек Также была найдена вот такая хрень Непонятная вообще Но здесь стоят аккумуляторы Которые можно снять И они возможно мне в будущем пригодятся Аккумулятор от шуруповерта Сетевой фильтр от бренда Pilot Который можно будет продать рублей за 100 Нагреватель для воды для аквариума Непонятно рабочий или нет Ну в принципе его хоть так хоть так купят на барахолке за полтинник Вот такой вот чехол для телефона Чтобы можно было заниматься фитнесом И бегать с телефоном на руке А еще были найдены рабочие щипцы для волос Которые можно будет продать рублей за 100 Были найдены крутые часы от бренда Q-Max Часы мужские смотрятся офигенно Но к сожалению в комплекте с этими часами Не было замка Который застегивает ремешок Поэтому пришлось использовать замок с других часов Спереди смотрится офигенно Данные часы продадутся на барахолке Рублей за 500 Часы работают от батарейки Но батарейок у меня нет чтобы проверить Но я в принципе думаю что данные часы рабочие Когда буду продавать эти часы Отдам еще вот эти звенья Было найдено неплохое женское ожерелье Золотого цвета Но к сожалению это бижутерия Но на шее будет смотреться офигенно Продам рублей за 100 А еще помоечка порадовала Небольшим количеством серебра Данные кольца с камнями и с пробами И они серебряные Но вот что за камни я без понятия Еще было найдено вот такое вот кольцо с камушками И с двумя пробами Кольцо тоже серебряное А вот это просто крутейшая находка Это комплект кольцо и сережки И кстати я поначалу подумал что это золото Но нифига Это позолото Кольца и сережки серебряные Данный комплект можно будет продать на авито за 1000 рублей Но остальные кольца продам рублей за 800 на авито Была найдена оригинальная техника от apple Это оригинальные эпловские наушники Которые можно продать на авито Рублей за 700 за одну пару А здесь две То есть наушников я заработаю 1400 рублей Плюс был найден оригинальный блок питания от apple Который можно будет продать и рублей за 200 В итоге на этом я заработаю полторы тысячи как минимум Помоечка балует оригинальной техникой от apple А еще нашел немножечко петард Буду их взрывать и кайфовать от халявы Также помоечка порадовала целым комплектом заготовок для ключей Данные ключи продают по 10 рублей за штуку Они абсолютно новые А в этом пакете их дохрена Планирую продать этот пакет рублей за 500 Также помоечка меня как обычно радует бижутерии Которую покупают на барахолке С этого пакета получится заработать рублей 500 Также был найден автомобильный ключ Я кстати когда его нашел залез на помойку И начал нажимать кнопки В надежде что какая-то машина откроется Но мне не фартануло В комплекте с ключом машины не было Вот в такой пластиковой коробке был найден вот такой вот ключ На данном ключе написано Брецкая крепость Это обычный сувенир Ключик нифига не золотой и не серебряный Данную находочку купят на барахолке А еще были найдены крутые часики Которые продают санлайте примерно по 3000 рублей Часы от бренда Okami Состояние просто идеальное Часы женские На самом деле тут отваливается вот эта хрень Скорее всего из-за этого их и выкинули Но в принципе можно будет заклеить на клей Ремешок работает прекрасно Часы сделаны из минерального стекла Я кстати поначалу подумал что вот это керамика Данные часы можно будет продать рублей за 700 на Авито А вот эту штучку я приклею на клей И все будет отлично А еще помоечка удивляет и дарит мне крутые находки Была найдена блютуз гарнитура от бренда Sony Модель Xperia ER XE A10 Гарнитура работает с телефоном через блютуз В ней даже есть NFC Выглядит она вот так В коробочке лежит вот такой вот прекрасный кейс В котором лежит блютуз наушник Я бы эту хрень оставил себе Но она мне не нужна По сути это просто гарнитура По которой можно будет общаться по телефону Все равно круто ребят Потому что я такие находки нахожу довольно таки редко Данную блютуз гарнитуру положу в сюрприз бокс В комплекте с гарнитурой даже есть резиновые амбрашюры Ну и документация Такую находку я еще ни разу не находил Я нашел старый мольберт для рисования Возможно даже с помощью него рисовали произведения искусства Состояние у него конечно отвратительное Но в принципе его можно восстановить Я думаю данный мольберт Скорее всего купят на барахолке Рублей за 300 Блин интересно кто же им пользовался Возможно даже этим мольбертом Пользовался Айвазовский Кто знает Я данный мольберт очень внимательно осмотрел Но нигде там ничего не написано Помоечка знатно одевает Во первых было найдено Вот такая вот форма Я не знаю кто ее использует Также были найдены вот такие вот ботинки Продадутся на барахолке А то что я оставлю себе Так это вот это Это офигенно старый комбинезон Ребят То есть здесь куртка и штаны два в одном Это настоящий стиль Очень редкая находка Очень редкая вещь Такое можно встретить только в секонд-хенде Я оставлю это себе Не знаю в будущем возможно буду в этом комбинезоне Ходить по помоечкам Также было найдено две шубки Первая кстати натуральная Кожаная Скорее всего лисья Вот здесь точно кожа чувствуется Возможно это конечно лиса Я в шубах не разбираюсь Это получается безрукавка Не шуба Сверху есть мех Ну а внутри вот эти вставки Сделаны из кожи Смотрится офигенно Она в идеальном состоянии Сзади тоже кстати на ощупь очень приятная По любому натуральная телогрейка Также была найдена вот такая вот огромнейшая шуба Как у Big Russian Boss Но к сожалению она не натуральная Шуба от бренда Extra Boss Marvier Сейчас к сожалению не сезон И данные шубки я не думаю что вообще купят Но если вам понравилась вот эта вот натуральная 100% телогрейка То пишите мне вконтакте Был найден пакет с телефонами И вы посмотрите сколько их здесь много Здесь даже есть айфон 5s Но к сожалению он не работает У меня есть такое чувство Что вот это все выкинули из какого-то сервисного центра Скорее всего в этом сервисном центре Было им нерентабельно Эти телефоны чинить Или я не знаю почему это выкинули Но в принципе их можно было восстановить Ну вот допустим айфон висит постоянно на зарядке И не включается Скорее всего сдохший аккумулятор Возможно если он часик может два постоит Может даже и включится Но скорее всего в нем есть iCloud Вот этот Samsung к сожалению не включается Здесь ушатанный в хлам экран Продать его можно будет на запчасти Еще есть вот такой вот интересный телефон От бренда Hide Screen Но внутри отсутствует аккумулятор Плюс разбит экран Купят его на барахолке рублей за 150 Есть еще вот такой вот Fly Но к сожалению у него тоже разбит экран И телефон из-за этого скорее всего не включается Еще есть вот такой вот Samsung с битым экраном Он тоже не включается Есть еще вот такой вот телефон от бренда Sony И он кстати даже работает Прикольненький телефон Продать его можно будет на Авито Правда рублей за 900 Здесь что-то с экраном Какие-то потеки Или может туда как-то пыль попала Ну и плюс внешнее состояние Просто отвратительное Линза камеры засорена Ну такой телефон Но лично я бы себе не купил Есть еще вот такой вот Lenovo Но он тоже не включается И плюс битый экран А вот это вообще топовый телефон Это телефон от бренда LG Nexus В нем целый экран Даже есть вот такой вот чехол Есть сканер отпечатка пальца И судя по широкой линзе Тут камера должна быть нормальной К сожалению он тоже не включается Здесь Type-C Уже это означает что телефон современный Но горит только индикация Сам телефон не включается Продать его можно будет на запчасти Я думаю тысячи за три Возможно его купят Потому что самое ценное в телефоне Это экран и он тут целый А еще был найден турецкий Рахат Лукун Здесь была полная коробка Я уже съел почти половину А еще было найдено два новых Тетриса Тетрисы по-любому с Алиэкспресса Качество этих Тетрисов просто дерьмо Вы посмотрите на вот этот пластик У меня к сожалению нет заряженных батареек Чтобы я мог их проверить Но думаю данные Тетрисы рабочие А еще был найден Wi-Fi роутер белого цвета Вроде бы рабочий Кстати состояние у него просто идеальное Wi-Fi роутер от бренда Netis В комплекте с роутером даже был блок питания А еще была найдена новая кепочка с биркой Но видно по качеству Что эта кепка самая дешевая вообще Не знаю кто их вообще покупает А еще был найден неплохой самокат А еще был найден неплохой скейтборд Здесь очень толстая доска Чувствуется что она очень прочная Но подшипникам к сожалению жопа Вот это колесо вообще не крутится В принципе данный скейтборд Можно будет продать на Авито Рублей за 800 Но здесь из самого ценного это только доска Вот эти штуки нужно будет менять А еще были найдены кроссовые покрышки Для кроссового мотоцикла Вот эта покрышка просто жесть Самопальная Вот эти болты кто-то вставлял И приваривал То есть они никак не вылетят Их здесь очень дохрена Данные покрышки вообще не стерты В идеальном состоянии Сейчас как раз потепление Возможно у меня их купят за нормальные бабки Планирую их продать Тысячи за три как минимум Покрышки от бренда Янхинг Ну а размер покрышек 110-90-18 Я не шарю короче Ребят если вам понравились данные покрышечки Смело у меня их покупайте Пока я их еще не продал Ну а передняя покрышка Размер 120 на 100 на 18 От бренда Нордхерн Триасуре Ох надеюсь у меня вообще их кто-то купит Потому что если их не купят Это будет просто боль Но такого я никогда в жизни не видел Скорее всего с помощью этой покрышки Передвигаются по грязи По снегу Я не знаю для чего ее такую сделали Если вы знаете для чего нужна такая покрышка Пишите в комментариях Ну и покажу вам остатки находок Здесь большое количество Разной херни Покажу вам все самое-самое ценное Во-первых был найден хвост Затычка для жопы Также было найдено Немножко сексуальных вещей И там еще лежит пенис резиновый Супер топовые находки для барахолки Также был найден в своей коробочке Полностью целый Маленький мини кальян Данный кальян я не буду продавать А подарю своему другу Ну а в принципе его можно было продать Рублей за 150 на барахолке А еще из ценного был найден Партроник для автомобиля Но в комплекте только лишь сам экран Комплекта полного нет Но тем не менее его купят Кстати на экране даже есть защитная пленочка А еще был найден новый автомобильный пылесос В коробочке Но коробку я выкинул В нем был косяк Вот эта кнопка была запавшая Но я ее починил Так что пылесосик Скорее всего по любому рабочий Продастся на барахолке Рублей за 50 В комплекте даже есть две насадки Также еще была найдена вот такая вот картина Которую купят рублей за 50 Куча различных проводов Есть даже USB вентилятор рабочий Новая сигнальная лента Которая возможно мне пригодится Абсолютно целый костыль Который купят на барахолке Рублей за 200 Пояс обжимник для прокачки пресса Очень древняя хрень Которую я кстати тестировал в свое время Там в комплекте полный комплект Данный пояс и гель И он кстати рабочий Я думаю его купят рублей за 50 Ребят полная залупа Нифига не качает пресс С помощью импульсов Что-то там напрягается Но от этого толку нет А еще в своей коробочке Было найдено новое зеркальце И гребешок Это прям для какой-то богини Видимо кому-то подарили Но подарок не понравился В итоге выкинули Продастся рублей за 100 На барахолке Также рублей за 100 Продастся данная сувенирная тарелка На которой написано Кронштадт В комплекте с тарелкой Даже есть подставка В сувенирных лавках Данную тарелку Наверное продают Рублей за 900 Как минимум Но у меня ее купят На барахолке Рублей за 100 Максимум А еще нашелся Лакированные Лакоцакели Джеймс Бонды Они все блестят И смотрятся офигенно Под костюмчик Самое то Еще плюс тому же Что это почти мой размер 45 Но у меня 44 В принципе они мне подойдут Буду одевать их под костюмчик Из старой техники Была найдена Вот такая вот хрень Для волос Отпариватель И видик С помощью которого Можно смотреть кассеты Он кстати рабочий Но кассет у меня К сожалению нет Также в своей коробочке Был найден Очиститель воздуха От бренда Acecelar Air Данный очиститель воздуха Выглядит вот так Но он очень шумный Когда его включаешь Хотя в нем Кстати Даже есть подсветка А вот сюда Заливается вода Для того Чтоб параллельно Воздух еще и увлажнять Данный очиститель воздуха Полностью рабочий И работает он Кстати От 5 вольт От обычной Андроидовской Зарядки На корпусе Есть регулировка Скорости вентилятора Как я и говорил Данный очиститель Очень шумный Зато в нем Есть еще и подсветка Ребят Вот это прикольно Данный очиститель Я скорее всего Оставлю себе Прикольная штучка Я просто люблю Все что светится А еще был найден В своей коробке Ручной молокоотсос От бренда Philips Модель Avent Данная продукция Очень дорогая В коробке Лежит полный комплект И данный молокоотсос Можно будет продать Рублей за 800 На Авито Но на барахолке Рублей за 100 Его купят Поэтому лучше Я его продам На Авито А еще помоечка Удивляет И дарит мне Абсолютно новую тарелку Выглядит она Вот так Была она в коробке А еще помойка Дарит абсолютно Новую масленицу Масленка Или как там Ее называют Короче сюда Складывают масло Данную масленку Я заберу домой Ну а еще Из ценного Был найден Рабочий Пауэрбанк Белого цвета В нем кстати Даже есть фонарик И он работает А еще была найдена Очень странная находка В этой коробке На которой написано Точка Лежат духи И здесь написано Почувствуй дух предпринимательства Духи кстати По запаху нормальные Но я не знаю Каково это Чувствовать дух предпринимательства Потому что Своего бизнеса У меня нет Но данные духи Я в принципе Оставлю себе Ведь пахнут они Духом предпринимательства Это означает Что возможно В скором времени Я открою свой бизнес Ля Ребятки Спасибо что досмотрели Данный видеоматериал до конца Посмотрите Вот эти видосы Это классное видео Ну и буду раз видеть Буду раз Видеть Буду раз вас видеть Буду рад видеть вас На стримах Которые я снимаю Почти каждый день Уже в 20.00 вечера Так что залетайте Будем вместе В прямом эфире Искать находочки В помойке Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok